Конечно, особенностью событий на Волге и на Урале в тот период являлось небывалое и очень редко когда встречающееся предательство командующих войсками со стороны советской власти. Ведь еще раз формировались армии только вот они начали формироваться. Из этих рабочих отрядов стали формироваться постепенно батальоны, полки, дивизии армии. Этот процесс начался только в июне 1918 года. Кстати, фронт был назван чехословацким. То есть, опять же, доминанта иностранных войск признана и со стороны советского командования. Это в официальных документах, в директивах фронта и армии. Я, знаете, вот я сижу вас слушаю и понимаю, что вот параллельно с этим то, что мы с вами в предыдущей программе говорили, да, уже случилось в Закавказье, уже там в Баку переворот вот это в советах, да, уже до Дальнем Востоке тоже высадились войска американские, японские и так далее, да. То есть, уже на Украине тоже там уже своя война идет. То есть, тут вот так, что здесь случилось, и все бросили, допустим, губ на этот Чехословский фронт, и такого не было. У советской власти не было такой возможности, насколько я понимаю. Опять очередное ценное своевременное уточнение. Ну, я немножко уточню. Американцы и японцы еще не высадились, мы еще до августа чуть-чуть не дошли. Но в конце июня англичане и французы вместе с чехословаками ударили по Владивостоку и начали там свои операции. Значит, за Кавказьем совершенно правильно вы сказали. Больше того, мы как раз когда говорили о нем, я просто напомню, что они, получилось-то, как раз чехословаки оказали туркам большую помощь, поскольку они перекрыли Волгу, и те силы, которые направлял Ленин, собственно, на помощь Баку, они были вынуждены вступить в бой с чехословаками на Волге. Это факт. С немцами на Тамании, под Ростовом еще продолжались бои. С немцами было это локальное перемирие на юге заключено только во второй половине июня. Соответственно, чехословаки уже за это время разгулялись и по Волге, и по Уралу, и по Сиге. Конечно, совершенно правильно вы говорите. Сил-то было немного у советской власти, а врагов иностранных. Много. И своих действий, как оказалось, тоже. Да. Командующий первой армией перешел на сторону чехословаков в конце июня. Это как раз та армия, которая впоследствии прославилась под командованием Тухачевского. Но как-то не принято было в советское время особо говорить, что Харченко, который был до Тухачевского, он оказался предателем. Ну, Капель, кстати говоря, тоже в Красной армии служил. Об этом тоже не все знают. То есть, по сути-то. Понимаете, тут ситуация-то какая возникла. Дальше вторая армия, которая формировалась ближе к Уралу, которая должна была сдерживать группу Войцеховского. Группа Войцеховского, соответственно, двинулась по всем сторонам горизонта. И на север, и на юг, и на запад, и на восток были направлены отряды. Вторая армия, которая была создана из отрядов Оренбургской и Уфимской групп Красной армии, опять командир перешел, Яковлев, на сторону Чехословакова. С документами сбежал. Ну, вот представьте себе, как командующий армией. И следующий за ним перешел, и следующий перешел. То есть, последовательно, три командующих второй армии перешли на сторону Чехословакова. Опять же, почему они перешли? Потому что они относились вот к тем самым двум группам, о которых мы говорили. Либо офицерские тайные организации, либо эсеры. А большевики, они еще в то время доверяли эсерам, как выяснилось, только уже в процессе боевых действий напрасно. И опять-таки, последующие вот эти акты недоверия, последующие часто репрессии, жестокости, они проистекают именно отсюда. Именно вот из этих событий дальше больше возник этот пресловутый лево-эсеровский мятеж войну. Когда изменником оказался сам командующий всем фронтом чехословацким, Муравьев. Ну, сами понимаете, командующий фронтом объявляет, что он переходит на сторону чехословаков, он с ними больше не воюет, начинает войну с Германией. Хорошо, что его удалось быстро и относительно бескровно. Ну, только его самого убили, там практически больше никто не пострадал. Но результат, который получился, Тухачевский пишет в своих записках как раз, что войска были полностью дезорганизованы. Те, которые уже формировались, те, которые к середине лета на Волге уже начинали одерживать первые победы, опять дисциплина упала, опять многие стали разбегаться, опять многие стали пытаться сдаваться в плен. То есть, вот такая обстановка. И именно эта ситуация, специфичная именно для боев на Волге, она дала возможность чехословакам добраться и до Сызрани на юге, и до Казани в августе на севере. Но, с другой стороны, если мы на карту посмотрим, это была далеко не вся Волга. Да, ну, естественно, мы не можем родной город Светланы не упомянуть, поскольку там в этот период был крупный мятеж. Это был именно мятеж ярославский, который в июле разразился, и который организовал, опять-таки, СССР Савенков. А организовал он его именно поскольку получил деньги от чехословаков, непосредственно от Масарика, еще весной. А сигнал он получил от французских агентов о том, что они будут высаживаться в Архангельске. Единственное, по времени они немножечко не согласовали. Но сколько сил они оттянули на себя, и сколько людей они погубили, и они вынудили уже артиллерию использовать большевиков, конечно. Как Ярославна могу сказать, что в Ярославле сегодня очень многие корят большевиков за то, что они разгромили город, и вообще, ну, и все повернуто ровно наоборот. К сожалению, тут как раз пару лет назад было столетие, тогда же и книги писались, и это, ну, здесь это вспоминалось, Охов с Докомского много по поводу того, как неправильно себя повел Павел Туджекедов. К сожалению, к сожалению, вот все эти события рассматриваются, все не все, но много, и выдергиваются из контекста. Вы там можете рассуждать о тех или иных перегибах, но вы только помните о том, кто это все вызвал, что это вызвали именно французские агенты и чехословацкие деньги. То есть это нельзя рассматривать как антибольшевистский мятеж, который начался вот сам по себе. И опять-таки он, его и начали только в контексте с чехословацким вторжением. Вот здесь, что важно подчеркнуть. Опять же, ситуация с Казанью. С Казанью обстановка была такая, что Чехословакия, Чечек конкретно уже, ну, стал чувствовать, что силы Красной Армии постепенно растут, а у так называемого правительства Камуча, у этих эсеров, ничего не получается с созданием своей. Они назвали это громко народной армией, а народ в нее не пошел. И вот здесь-то, собственно, и вот точка-то такая, многоточие в слове гражданская война. Граждане не захотели воевать против советской власти. Они начали категорически протестовать против мобилизации, в первую очередь, крестьян. А ведь когда-то эсеры считали себя представителями крестьян. И в результате Чехословакия оказались, ну, скажем так, в странном положении. Потому что, опять же, им тоже постоянно говорилось, что вот эти большевики – это кучка узурпаторов, их никто не поддерживает. Как только вы начнете, мы дальше все сами сделаем, мы без вас обойдемся. Куда там? Только просьбы не уходить, только просьбы не покидать фронт, продолжайте сражаться. Да, и еще, чтобы казанскую тему тоже завершить, вот последний успех, который был все-таки одержан, это Казань. Потому что, когда судили, редели, куда наступать, часть считала, что, и, собственно, сам Чечек считал, что надо наступать на царицам, на соединение с донскими казаками. Конечно, что бы там получилось из этого соединения германских ставленников, донских казаков и ставленников Антанта и чехословацких легионеров, это мы не знаем. На Казань двинулись фактически вопреки приказу Чечека, капель, и командующий чехословацкими частями капитан Степанов был такой. Ну, этот один из тех немногих русских, которые остались тогда еще в Чехословацком регионе. Они воспользовались тем, что в Казани в это время находились сербские части, а надо сказать, что сербы, о которых мы уже рассказывали, они отметились и в особо манжурском отряде на Забайкалье, и на севере, и здесь оставались еще сербские части, которые до этого момента декларировали, что они сторонники большевиков советской власти. И в самый разгар с ними была установлена тайная связь, там командовал такой имя майор Благотич, и в разгар комбинированной атаки с Волги и с Суши в самый ответственный момент эти сербы ударили в тыл латышским стрелкам, которые, собственно, защищали Казань. Надо сказать, что в этот момент в Казани-то был сам командующий Восточным фронтом Яким Вацетис, бывший полковник царской армии. Он грамотный офицер, в данном случае он оказался, что называется, на передовой, командовал своими латышами, но в такой обстановке они не смогли ничего сделать, потому что сербы... Ну, я вот смотрела фильм Дзиги Вертова «Хроники» 18-го года. Туда, по-моему, в это время и Троцкий на своем бронепоезде приезжал. Или это уже было позже чуть-чуть? Сейчас мы до Троцкого дойдем. Совершенно опять вы технично подводите. Троцкий вступил в непосредственное участие в событиях как раз после падения Казани. Это, в общем-то, стало серьезным, конечно, ударом. Казань большой город, крупный центр и торговый, и промышленный. Про золотой запас уж мы не молчим. Это удалось, успели только там, ну, какую-то небольшую часть успели вывести в последний момент. Просто неожиданное было. Я говорю, сербы тут сыграли последний батальон, как говорится. С одной стороны воевали латыши, с другой сербы и Чехословакия. Значит, гражданская война. В результате Троцкий как нарком, нарком по военным и морским делам, организовал он свой знаменитый поезд, где собрал достаточно компетентных проверенных бойцов и командиров, прибыл туда. Он прибыл под Свияжск, такой красивый городок недалеко от Казани. Там, собственно, он расположился со своим поездом. Я читал его воспоминания в книге «Моя жизнь», ну, в общем-то, надо сказать, не кланялся он особо ни пулям, ни снарядам. И он рассказывает и об эпизоде, когда он попадал под бомбежку. Кстати, Чехословакия ведь и свои воздушные силы организовали и набрали и своих пилотов. Ну, в основном летали-то русские. Там командовал такой мелочь Чехословак, а летали-то русские. Ну, нашлись и такие мы рассказывали, что и на севере было немало, я их считаю, конечно, изменниками. Они тогда, можно помягче сказать, что они тогда не разобрались в ситуации и верили, что, значит, эти Чехословаки это союзники, но факт остается фактом. Они стали помогать эти русские летчики французам, французским военнослужащим. Троцкий сумел, его многие критикуют за жестокие методы, которыми он наводил в войсках под Казань дисциплину и порядок, хотя на самом деле никакой там большой жестокости не было. Да, были расстреляны. Там с большевистской точки зрения, конечно, было неприятно, потому что когда рабочий, именно рабочий батальон проявил трусость и побежали они там на пароходе, их догнали и тогда он приказал каждого десятого расстрелять. Но на самом деле там было расстреляно несколько десятков человек. Кстати, это, по-моему, как раз даже вошло к хронику. То есть, это все еще снималось на видеоконку. вообще, надо сказать, что я нахожу в интернете по крупицам есть и довольно много кадров и довольно много действительно кинодокументов есть на эту тему. В итоге на этом взятии Казани успехи чехословаков на Волге и закончились. До Ярославля они добрались до Царицына они тоже не добрались. Даже до Саратова они не добрались. Надо сказать, что большую помощь на юге как раз знаменитый наш полководец Чапаев Самородок он действительно вошел во все анналы и сейчас он остается таким ярким яркой фигурой этих событий так вот он тоже как раз воевал в районе города сейчас этот город называется Пугачев на левом берегу Волги несколько раз переходил этот город из рук в руки и в итоге остался все-таки за советской стороной в то же самое время на Урале Чехословакии продвигались к Екатеринбургу надо сказать что Уфу они взяли достаточно быстро благодаря вот этим предательствам о котором я говорил а Екатеринбургский фронт как его тогда называли он держался достаточно долго но постепенно благодаря опять же неопытности с одной стороны тогдашних руководителей Красной Армии и тактическим приемом умелым того же самого Войцеховского Екатеринбург был взят но как известно именно наступление на него Чехословаков привело к тем событиям с которыми сейчас противники большевиков так энергично носятся расстрел семьи бывшего царя но опять же мы этот эпизод я считаю должны рассматривать в историческом контексте военных преступлений к тому времени Чехословакина совершали много на нашей земле и были убиты многие и дети и женщины из этого не следует конечно что надо было поступать так же но само вот это настроение людей которые видели эти зверства оно никак не способствовало понятно улучшению отношений к бывшему царю а надо сказать что оно было тогда совсем не то которое сейчас пытаются изобразить ну сегодня сейчас уже вот я слышала последний раз тоже одного историка который в общем-то подвергает сомнению была ли царская семья расстреляна там вот именно в этом доме и вот это действительно их ли это останки там находили то есть тут тоже по этому вопросу много вопросов ну этот момент я все-таки исходя из всей совокупности фактов которые были и которые к настоящему времени неизвестны я все-таки склонен думать что это они но я о другом хочу сказать что ну как их содержание известно ведь сколько с ними носились большевики как с писаной тормой жили они там в этом особняке с прислугой понимаете будь у советского правительства желание как-то с ними расправиться вот такое какое-то ну мы с вами матросы красные матросы охраняли царскую семью да 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 и в том-то и дело что параллельно у нас имеются посленные доказательства из других регионов где другие члены бывшей царской семьи преспокойно себя чувствуют и начались собственно гонения и начались уже расстрелы именно из-за вторжения этих самых чехословаков поэтому вот посмотрите сколько всего повлекло за собой это их на мой взгляд военное преступление какие там памятники значит они дезорганизовали огромные регионы они спровоцировали немыслимые жертвы они вызвали колоссальные разрушения и при этом опять же вот я порекомендую книгу такого даже покажу ее историк Рачковский современный он называет конечно на мой взгляд не совсем правильно он называет хроника белого террора на самом-то деле надо бы более длинное название что это террор антибольшевистских сил в том числе иностранцев иностранных войск или военные преступления то есть как-то вот но там есть там просто она есть в интернете мы ссылочку дадим там просто можно по поисковым этим словам чехии и чехословакии находить что они творили в той или иной местности еще ведь вот важный такой момент мы уже сказали что чехословакии фактически привели к власти правительства эсеров в Самаре это комитет членов учредительного собрания но фактически то же самое они сделали и в Сибири значит в Сибири и в это время генерал Гайда двигался вместе с авангардом капитана Кадлица которого мы уже упоминали и подполковника Ушакова их эшелоны двигались еще восточнее чем Гайда который находился в Новониколаевске они прорывались к Иркутску и к Байкалу на соединение собственно с целой коалиционной армией которая двигалась им навстречу от Владивостока как по КВЖД Китайской Восточной Железной Дороги так и через Хабаровск но им до встречи было еще далеко под Иркутском они застряли надолго достаточно на два месяца но они привели к власти фактически правительство временное Сибири это люди кстати говоря совершенно такие сказать-то ну я бы их назвал старым советским термином авантюристы Гриша Налмазов Иванов Ринов военные деятели этого правительства а премьером там избрали такого Вологодского который был юристом каким-то средней руки то есть это люди они мало что понимают и в управлении страной и в жизни народа но тем не менее под влиянием обстоятельств вот решили на это дело как сейчас говорят подписаться но что тут опять характерно Гриша Налмазов бывший не помню подполковник он или полковник но это такое звание это невеликое генералов там никаких не было он подчинил русские войска гайде то есть опять мы видим ту же самую картину команду Чехословакии а при них русские войска то есть вот опять же какая она гражданская война если граждане подчиняются в боевых действиях негражданам вот так вот я вас слушаю то есть вот действительно эшелоны с чехословатами растянулись от Поволжья до Владивостока по сути через все сердце через всю глубинку России то есть сначала их растянули а потом началась вот эта спецоперация то есть когда вы говорите я скажу что военный историк Кокурин тоже бывший царский офицер еще в 20-х годах он такую метафору привел когда описывал события чехословацкий этот троянский конь в советской трои вот они антанта своего коня очень технично причем тут даже даже оказалось превращение они постепенно превратили этих чехословаков в коня причем я тут еще интересную мысль на мой взгляд скажу ведь что получилось то чехословатское руководство этот национальный совет был заинтересован кровно чтобы после первой мировой войны после победы антанты над Германией Австро-Венгрией была признана независимая чехословакия то есть за свободу они действительно воевали но вот как показывают часто такой сюжет в американских современных фильмах в других когда человека там или группу людей ставят в условия им дают ты вот хочешь получить вот это хочу а вот тогда ты должен грязную работенку сделать вот это и было сделано то есть ради этой вроде бы благородной цели свободы чехословакии этих легионеров в россии заставили выполнять грязнейшую работенку и причем тут вот мне кажется очень важно разобраться почему все таки не дали эвакуировать всех через архангельск и мурманск и там как раз были войска антанты по большому счету самый короткий и самый простой путь нет извините войска антанты там уже были запланированы к вторжению вглубь россии с целью свержения советской власти но чехов то они же наверное не тронули потому что понятно что они то были заточены уже на нападение но тем не менее они еще по качеству союзникам и лично идет об эвакуации чехов которые должны эвакуация это еще началась в 17-18 в начале то есть тут вопрос в том что все таки хотели изначально эвакуировать через север а потом все таки якобы побоялись что они сдадут немцам еще что-то и направили аж на Дальний Восток вот такой вот крюк через весь полмира сделать вот почему все таки здесь не удалось на дипломатическом что ли не на уровне как вот тут вот интересно как обошли большевиков что все таки заставили направить через всю страну а я вам тут приведу такой интересный ну есть художественный фильм я сейчас название не вспомню итальянский Микеле Плачидо там играет там смысл он играет мафиози которому надо убить честного прокурора или судью и вот он знает что этот судья поедет по определенному маршруту на автомобиле и каждый вариант каждый вариант этого маршрута он блокирует и в итоге бедный судья который мчится сначала по одному его заставляют повернуть по другому его опять заставляют и короче его загоняют в место где его ждет засада вот точно так же Антанта загоняла и советскую дипломатию то есть сначала они чехословаков вроде бы хотели на север потом они сами их же предложили на дальний восток потом они создали обстановку напряженности и на севере и на дальнем востоке и в итоге загнали советскую советское руководство в ситуации когда какой-то вариант не выберешь ты все равно окажешься в проигрыше есть даже тоже какой-то фильм который так называется как ни крути проиграешь то есть тут тут они циничнейшим образом поступили это вот сейчас по-моему происходит то же самое да да конечно конечно они изо всех сил стараются в общем-то методы они не меняются почему почему и полезно изучать историю что все-таки те кто там будущие дипломаты политики они могут пока существуют вот такие отношения скажем так между государствами и между социальными группами отношения основанные не на сознательном сотрудничестве а на подавлении одних другов вот так они это используют с античных времен действительно вот он троянский конь и оказался здесь надо просто применительно к Сибири отметить какой тонкий момент еще что в Сибири в общем-то советская власть была достаточно ну с одной стороны успешно она развивалась но она еще не пустила глубокие корни и сибирский крестьянин достаточно богатый он был ну скажем так не заинтересован в войне и большевикам центра Сибири собственно которые попытались организовать сопротивление чехословакам они не смогли набрать быстро эту какую-то серьезную вооруженную силу а в то же время был опять же еще один конек троянский заброшен этот особый манжурский отряд Семенова который оттянул на себя ведь в это время он продолжал боевые действия он начал их с апреля сначала и до сих пор он был еще не разгромлен его удалось разгромить только в середине июля и отбросить в Китай поэтому советское командование центра Сибири которое возглавлял известный самородок Лозо и красный генерал барон Таубе оно было сосредоточено на именно отпоре особому мажурскому отряду и только по остаточному принципу могло выделить силы для борьбы с наступающими с запада войсками Гальды там командовал такой Голиков но не преуспел он что говорить попал в ловушку в общем-то есть мы дадим ссылки на литературу есть интересные работы на эту тему где подробно описано трагично конечно все это читать то есть смысл какой в общем-то не теряли сначала энтузиазма советские войска они даже переходили периодически в наступление но удалось во-первых заманить их в тактическую ловушку и окружить и собственно уничтожить часть атакующих в том числе и несколько бронепоездов планировался взрыв байкальских тоннелей но произошел неожиданно на станции посольская взрыв эшелона с боеприпасами причем опять же по-разному кто-то говорит что это пуля чешская случайная кто-то что это диверсия кто-то что это вообще какая-то искра случайная в общем станция практически была уничтожена подрывники тоже и вся концепция организации этих баррикад из глыб каменных она потерпела фиаско в то же время потерпела фиаско и попытка создать свой флот на Байкале там был такой паром большой Байкал который использовался до строительства кругобайкальской части транссибирской магистрали его вооружили орудиями но брони у него не было был он огромный в него попало несколько снарядов надо сказать что Чехословакии тут этот полковник Ушаков сыграл свою роль он был достаточно талантливый такой своеобразный капель Байкала потопили этот сожгли вернее паром ледокол красные войска впали в определенную панику не панику но уныние и стали отступать уже к Верхнеудинску который ныне Улан-Удэ это уже конец августа было ясно что с Дальнего Востока идет японская армада которая имеет неограниченное количество дивизий в резерве ну фактически 5 дивизий было у японцев 3 они задействовали я это к тому что в общем-то на мой взгляд шансов там не было даже в случае более удачных боев у Байкала Антанты и Япония сосредоточили такое превосходство просто надо еще раз подчеркнуть что это не гражданская война вот в чем здесь ключевой момент Центросибирь отступила к Чите с остатками войск где чуть восточнее на станции Уруйга было принято решение перейти к партизанским методам борьбы что в общем-то достаточно успешно и было сделано правда не все многие были выданы центросибирцы погибли погибли в застенках уже и колчаковских и чехословацких в том числе и Таубе которого допрашивал лично Гайда и который ему в лицо бросил что мои седины не позволяют мне служить интервентом так что вот опять же еще один пример где настоящий патриот где какой надо сказать что у антибольшевиков тоже был эпизод когда они попали в ловушку тот же самый Ушаков был схвачен и расстрелян но это было вот как раз незадолго до последних боев у Байкала таким образом к концу лета сформировался в полном виде законченном для Антанты захват российской территории от Поволжья до Владивостока весь Транссиб как они планировали оказался в их руках на захваченной территории были вполне лояльны им правители после чего иностранные войска Антанты и Японии начали закрепляться на достигнутых рубежах распределяться по Транссибирской магистрали и становиться гарнизонами в городах а их русские приспешники играли роль скажем так где-то статистов где-то вспомогательных частей здесь очень характерна судьба Гришина Алмазова который собственно полгода в подполье с риском пытался организовать вот это офицерское подполье и который воевал с гайдой вместе против центра Сибири и вдруг на одном из перов победителей он выступил и сказал что а собственно это не мы обязаны Антанты это Антанта обязана нам он плохо подумал потому что тут же возмутился английский консул Престон к нему присоединились естественно Чехословакия и в короткий срок временное сибирское правительство Гришина Алмазова уволило со всех постов и выслало со своей территории он отправился в трудный и опасный путь через Туркестан через Каспий к добровольческой армии куда добрался уже к 19 году это на мой взгляд очень яркий яркий пример яркая иллюстрация того кто правил бал на этих территориях то есть даже если уж такой матерый махровый антибольшевик за один писк против иностранцев снимается с такого поста это чистой воды марионеточное правительство а вы меня спросите а собственно Колчак то где я уже хочу задать этот вопрос а вот тут самое интересное те кто дождался этого момента услышат сейчас потрясающие уникальные или как сейчас говорят эксклюзивные исторические открытия Колчак вот я беру в руки книгу советская популярная версия истории я уже говорил что в советском союзе была научная версия истории была популярная версия истории и вот я открываю эту книгу и читаю книга издана в восемьдесят втором году слушайте и не падайте в обморок Светлана адмирал Колчак опираясь на помощь японцев и американцев вместе с белочехами подошел к Волге взял Симбирск Казань Сызрой Самару Ижевск Уфу как говорится хочешь спать ложись хочешь песни пой я беру другую книжку советскую из серии ЖЗЛ неабы изданная в восемьдесят шестом году и читаю следующее в Ярославле в это время эсеры подняли мятеж Колчак напирал на Самару Колчак напирал на Самару значит Колчак в это время отдыхал вот в прямом смысле Колчак со своей возлюбленной чужой женой Тиньвевой в это время отдыхал в Японии а как он туда попал два слова об этом надо сказать ведь Колчак был английским военнослужащим который был изначально направлен на Месопотамский фронт то есть он должен был быть там где Бечерахов о котором мы с вами говорили когда обсуждали Бакимскую команду но британское командование решило что более полезен он будет на Дальнем Востоке ему был отправлен приказ приказ от самого от самого командующего военно-морской разведки Великобритании адмирала Холла причем передал его Колчаку не кто-нибудь а главноначальствующий в британских владениях в Вест-Индии генерал Редаут который собственно командовали Колчаком и он отправился в Харбин а в Харбине он столкнулся Колчак с противодействием японцев потому что он собственно должен был по воле англичан организовывать там антибольшевистские силы из имеющихся войск но там уже был Семенов который находился на японском содержании и когда Колчак стал возмущаться перед генералом Накаджимой японским военным атташе в Харбине тот ему сказал что собственно вы какие-то условия должны предлагать Колчак еще пуще возмутился как это так да мы Россия ну японец ему тихо ответил что вы меня не обижайте мы здесь вот находимся у вас ничего нет а не хотели бы вы поехать в Японию и там поговорить с нашими главнокомандующими с начальником генштаба допустим и Колчак фактически ему сделали предложение от которого нельзя отказаться и он отправился в Японию и в Японии он был задержан фактически в принудительном порядке его отправили он действительно встретился там из начальника генштаба поэтому вопрос действительно к советской историографии теперь мы просто вот переводя стрелки на художественный фильм адмирали там и прочие эти восхваления Колчака вот на мой взгляд они проистекают как раз из вот этой советской такой неприятной именно мифологии она это даже не фальсификация истории это просто упрощенческая такая мифологизация вот нам почему нельзя было написать вот где был Колчак почему нужно было присваивать ему вот эти все чехословацкие свержения мой ответ моя гипотеза моя гипотеза такая половина ответа мы высказали в начале когда говорили про замалчивание подробностей боевых действий чехословаков то есть не хотели обижать их это раз а с другой стороны вот этот ложно упрощенный классовый подход понимаете не классовый подход ложный вообще классовый подход вообще на мой взгляд правильный но его предельно выхолостили и толковали уже как вот ну вот то что вы собственно пример привели с фильмом Чапаль вот в таком ключе вот у нас там в одном буржуи помещики справа рабочие крестьяне слева и гражданская война и Колчак вот он на все случаи жизни вот а на самом-то деле Колчак он распиаренная фигура то есть его начали пиарить излишне советские популяризаторы а сейчас просто поменяли полярность а на самом деле его привезли вызволил его из Японии английский генерал Нокс и приехали вместе на одном пароходе значит в октябре в сентябре месяц генерал Нокс верховный комиссар в Сибири назначенный лорд Чарльз Эллиот верховный комиссар в Сибири и Колчак при них то есть опять же впереди еще японские чтения японских архивов где и английских архивов где будет рассказано как там его хотели отпускать японцы не хотели но факт есть факт приехал он во Владивосток в такой компании и в такой же компании он поехал дальше причем там же во Владивостоке еще он встречался с триумфатором чехом Гайдой и просился к нему на работу ну Гайда ему сказал что вроде бы как надо думать о диктатуре то есть Гайда был сторонником как раз военной диктатуры в отличие от других чехословаков которые придерживались все таки более таких либеральных взглядов но сторонниками военной диктатуры были англичане вот здесь надо четко помнить мы с вами уже говорили как они на севере поступили точно так же они развернули линию везде то есть Колчака привезли в Омск вместе с английским батальоном полковника Уорда о котором мы уже говорили когда общались о Дальнем Востоке и там началась незримая работа по подготовке его к роли верховного правителя но мы должны здесь подчеркнуть одно Колчак был фактически статистом которого привезли на готовенькой всю грязную работу для него сделали чехословаки некоторые русские примкнувшие вспомогательные части и в дальнейшем перебрасываем и все больше и больше войска Антанты разве сам Колчак не зверствовал Колчак то зверствовал но зверствовать то он начал уже несколько позже это когда мы с вами будем говорить про 19-й год вот тогда мы поговорим о зверствах Колчака в полной мере а здесь он еще раз говорю он пока был никем в прямом смысле до переворота 18 ноября а дальше он слег с воспалением легких то есть колесница это войны с советской Россией она катилась по ним Колчака здесь надо теперь снова перенесемся мы с вами ближе к Волге и скажем что к сентябрю произошло несколько таких событий которые радикальным образом поменяли ситуацию с одной стороны Германия уже потеряла всякий шанс на победу потерпела поражение и уже стало практически всем ясно что она проиграет мировой войне то есть в этом смысле советская Россия большевики вздохнули с облегчением но одновременно было как известно совершено покушение на лень и вслед за этим ответом стал собственно красный террор который сейчас большевикам пеняют хотя на самом деле масштабы этого красного террора они известны все те кто были расстреляны они их фамилии публиковались то есть число там измеряется сотней на самом деле в то время как число расстрелянных утопленных и так далее посаженных в нечеловеческие условия в поезда смерти были организованы поезда смерти от Поволжья до Дальнего Востока как только они все захватили сажали людей без пищи и без воды и везли в поездах то есть это фактически предтечи этих немецких газенвагенов погибло там несколько тысяч людей есть книги были написаны но к сожалению они мало известны в то же самое время конечно такая ситуация только сплотила большевиков надо сказать что и в период летний как известно несмотря даже на эти все разворачивающиеся все шире военные действия советская власть продолжала работу по государственному строительству то есть произошел состоялся пятый съезд советов который принял конституцию и это вообще само по себе можно себе представить даже трудно себе представить какая была воля и какой был оптимизм в общем-то и понимание ситуации у большевиков но после покушения на Ленина еще в более таком динамичном темпе стала развиваться Красная Армия то есть были созданы был создан Реввоенсовет был назначен главнокомандующим в Ацетис который неплохо себя показал на Восточном фронте несмотря на потерю Казани его усилия были оценены высоко полковник Каменев был назначен командующим Чехословацкого и Восточного фронта было сформировано пять армий которые уже стали осень оформляться в полноценные войсковые соединения постепенно и началось контрнаступление первым как известно был взят Симбирск родина Ленина вскоре была взята Самара и Чехословакия это первая чехословацкая дивизия с Чечиком во главе стало неудержимо откатываться от Волги вскоре вернули и Казань правда золотой запас утащили но тем не менее город вернули в советскую территорию а это было немало Урал Урал на самом деле понимаете его описание боев на Урале достаточно сложное но когда читаешь советские такие вот изложения то кажется что Урал быстро был потерян на самом-то деле бои на Урале происходили долго и фактически контроль над Уралом через пень к воду Чехословакии получили только к декабрю месяцу потому что на Урале несмотря даже на то что Чехословакии вступили в соприкосновение с Оренбургским и Уральским казачьими войсками даже несмотря на то что их на первое время поддержали башкирские националисты все равно рабочие Урала в основном активно воевали за советскую власть и отступали на север медленно ну поход знаменитый отрядов Блюхера и Оренбургских казаков братьев Кошириных они командовали этим почти десятитысячным отрядом который прошел фактически с Южного Урала на север и соединился с регулярными частями Красной Армии он пошел в историю как такой мощный подвиг и собственно он потряс на самом деле чехословаков и добавил что называется существенных аргументов тем кто считал дело проигранным в общем-то чехословакии изо всех сил пытались кстати как и представители Антанты которые находились и в Самаре и в Челябинске и в Омске и в Иркутске они находились там еще при советской власти то есть эти их роль на самом деле очень сильно недооценена вот я упомянул нескольких а на самом деле их гораздо больше тот же самый чех Богдан Павлун это человек который фактически занимался тем что он сплачивал всех антибольшевиков захваченных чехами территорию и в итоге он добился того что понятно не один что создаялось это Уфимское совещание их несколько было и была создана эта Уфимская так называемая директория предтеча которую уже сменил адмирал Колчан таким образом это в общем-то по сути марионеточная власть антибольшевистская которую сейчас пытаются вот я тоже покажу зрителям вот такая такой буклетик ну это одно из современных творений значит карта карта совершенно бездарная и совершенно ничего общего с реальностью не имеющая но там антибольшевистские правительства какие-то как альтернативы ну вот из того что я рассказал из того что вы можете почитать в мемуарах антибольшевиков большевиков что это директория уфинская что этот камуч что это временное омское правительство что колчак все это были палеотивы и совершенно нежизненные конструкции которые держались только на иностранных штыках соответственно к концу восемнадцатого года к середине осени первая дивизия чехословацкая выдохлась и начала откровенно не подчиняться приказам начались до расстрелов у них там дело не дошло но там дошло до самоубийства полковника швеца это как раз один из тех офицеров которые были в самом начале этот швец был правой рукой Чечика на Волге потом он был одним из тех кто брал Казань он командовал первым чехославским полком и тут он застрелился он застрелился как офицер которого перестали слушаться его солдаты правда его смерть на короткое время их снова вернула в строй но все равно в дальнейшем было принято решение о собственно Чехославатским национальным советом о выводе чехославатских войск постепенном с передовой а кто же тогда собственно продолжал войну возникает вопрос значит войну продолжила сибирская армия которой положили начало Гриша Налмазов Иванов Ринов Пепеляев они начали принудительные мобилизации и за тот период время прошло уже полгода они наформировали опять же под кнутом под угрозой собственно расстрелов ну где-то около 80 тысяч они наформировали но большая большая их часть была плохо одета плохо обучена и выражаясь современным языком совершенно немотивирована сражаться то есть их вводили в бой постепенно и начали с тех добровольческих немногочисленных частей которые уже отметились на Байкале их перебросили на Урал кроме того перебросили на Урал вторую дивизию Гайды Чехословацкую их пока всего было две третья дивизия формировалась значит соответственно эта вторая дивизия начала боевые действия на северном Урале и в декабре последний одержал успех фронтовой это взяла город Пермь но одновременно южнее советская армия вернула себе Уфу таким образом фронт стал напоминать такую достаточно прямую линию вертикальную если смотреть на карту которая прошлась по западным предгорьям Урала надо сказать что иностранные контингенты в этот момент стали наращиваться значит в октябре как я уже сказал прибыл Нокс а в ноябре прибыл генерал Жанен французский который был назначен главнокомандующим чехословаками и одновременно он должен был командовать и русскими но здесь возникл конфликт уже с Колчаком потому что Колчак заявил что он не допустит командование войсками иностранцами но долго судили рядили в итоге договорились что Жанен будет командовать всеми войсками которые находятся в оккупационной зоне за Уралом в Сибири Нокс будет отвечать за их снабжение и снабжение собственно русской антибольшевистской армии Колчака а Колчак будет верховный правитель и верховный главнокомандующий а к контингентам которые собственно военным иностранным перебрасывались уже готовились канадцы уже готовились итальянцы уже готовились ну из англичан прибыла на фронт батарея с крейсера Суфолк под командованием коммодора Уолфа Муррея и Жанен одну подбросил французскую полевую батарею то есть как раз под Уфой эти две батареи оснащенные качественными английскими и французскими пушками и снарядами они погубили конечно немало русских людей Чехословакия тем временем они занялись новой потрясающей работой я имею ввиду чехословацкое командование и чехословацкий эмоциональный садик к тому времени уже образовалась независимая Чехословакия Масарик стал президентом а Павлу соответственно стал чем-то вроде главного политического руководителя в России вместе с Жаненом приехал министр обороны Чехословакии генерал Штефаник он был одновременно и французским генералом он был и чехословацким генералом он должен был провести воспитательную работу скажем так с чехословацкими войсками и заставить их снова вернуться на фронт но из этого правда ничего не вышло хотя определенную деятельность он провел так вот главное это было даже не в этом а главное было в том что чехословаки стали формировать на своей основе из военнопленных и граждан других национальностей воинские части подчиненные себе вот я сейчас по пальцам Светлан перечислю значит это сербы уже упоминавшиеся поляки румыны как это неудивительно прибалты латыши эстонцы литовцы в первую очередь латыши и литовцы и некоторое количество итальянцев которых наскребли из подданных Австро-Венгрии которые находились в плену какая тут гражданская война в завершении нашего разговора еще раз вернемся к его началу мы видим что архитектурной доминантой на востоке России боевых действий которые развернулись являлись войска государств Антанты в первую очередь Чехословакия к концу года они попытались вдохнуть жизнь в русские антибольшинистские силы получилась это у них весьма слабо но сами они уходить с российской территории несмотря на прекращение боев на западе на завершение мировой войны не собирались и нашу родину многострадальную ждал еще долгий девятнадцатый год и двадцатый год когда путем больших жертв была освобождена территория Урала Сибири и впоследствии Дальнего Востока спасибо за внимание